процесс проращивания пшеницы в домашних условиях прост через пару раз вы сможете уверенно выполнять эту процедуру на один раз достаточно одной чашки пшеницы вода используется двух видов просто фильтрованная водопроводная вода и вода обработана дистиллятором промываем пшеницу просто фильтрованной водопроводной водой удаляем ссор испорченные зерна пшеницы эту процедуру повторяем два три раза промываем пшеницу несколько раз в зависимости от загрязнения далее для проращивания используется дистиллированная вода вода обработанная дистиллятором вода наливается таким образом чтобы верхний слой пшеницы не покрывался водой в процессе дальнейшего проращивания пшеницу периодически перевертывать перемешивать для того чтобы верхний слой не покрытый водой постоянно обновлялся постоянно смачивался от воды которая расположена ниже через 16 20 часов пшеница готова для создания условий повышенной влажности накрываем второй тарелкой можно непрозрачный периодически надо перемешивать зерна для постоянного увлажнения верхнего слоя примерно через 16 20 часов зерна прорастают процесс проращивания следует прекратить как только у основной массы зерен появятся проростки затем пророщенные зерна промыть и сложить в емкость для хранения хранить в холодильнике не более двух суток увеличение длины проростка в более 3 миллиметров значительно снижает пищевую ценность пророщенной пшеницы пророщенные зерна пшеницы добавляют в различные блюда чаще в салаты супы можно добавлять во вторые блюда можно приготовить лепешки из проростков на сайте в разделе кулинарии здоровья приведены рецепты приготовления некоторых блюд с проростками пшеницы следующем фрагменте показан способ получения молотых проростков в молотом виде проростки более гармонично вписываются в любые блюда в молотом виде проростки является сырьем для приготовления лепешек воды в блендер надо налить так чтобы уровень воды был ниже уровня зерен на толщину пальца 1-2 сантиметра в этом случае нормально работает блендер а масса полученных молотых проростков получается консистенция густой сметаны это удобно для добавления этой массы в салаты супы и вторые блюда а также удобно для приготовления лепешек из проростков с мое висе ростки хрустки и механизма и вот как в случае находится с мотом виде по м DVD по мете по ментам вы подвергали кулинарии кулинарии хорошо сколько висе для того чтобы зернать слава кулинария, плачьи маяцом дarte Продолжение следует... Продолжение следует... Две части, акара – одна часть. Акара – это побочный продукт производства соевого молока. Более подробно об этом продукте далее. Сковорода с антипригарным покрытием. Это позволяет почти не добавлять масла. В следующем фрагменте приготовление первой пары лепешек показано в реальном времени. Обратите внимание на то, что поджаривание как приготовки блинов здесь не происходит. Масса подогревается, немного выпаривается вода и придается консистенция близкой привычному нам блину. К конечному продукту добавляется любое растительное масло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Употребляют лепешки в теплом виде с маслом и медом. Меда на одну порцию лепешек для человека 1 столовая ложка. Блюдо очень сытное, калорийное, содержит много активных пищевых компонентов. Хорошо подходит для употребления в холодное время года. Это блюдо позволяет при регулярном употреблении довольно быстро прибавить массу тела и укрепить состояние организма. Это блюдо при регулярном его употреблении 2-3 раза в неделю в течение полугода способны значительно оздоровить многие системы организма. А за счет оптимального содержания микроэлементов, проростки пшеницы благотворно влияют на обменные процессы в суставах всего тела и, в первую очередь, всех суставов, которые уже дают о себе знать болезненными ощущениями. Одно предупреждение, важное предупреждение, для того, чтобы регулярно питаться проростками пшеницы и блюдами, приготовленными на их основе, надо быть твердо уверенными в том, что зерно, приобретаемое для проращивания, не подвергалось химической обработке ядохимикатами против вредителей перед закладкой зерна на хранение. Проростки пшеницы О полезных свойствах проростков пшеницы слышали многие. В чем же их конкретная польза? В таблице, представленной на экране, указаны несколько продуктов из пшеницы и фрагменты их состава. Нижние две строки позволяют увидеть разницу в составе пшеничного зерна до проращивания и после. Оказывается, по сравнению с сухим зерном, в проростках количество витаминов и минералов увеличивается в 2-4 раза. Причем такое значительное обогащение проростков полезными веществами в течение короткого времени, от одних до двух суток прорастания семян, происходит без какого-либо вмешательства человека. Исключительно за счет сил и возможностей природы. Обратите внимание, что все вещества проростков находятся в органическом состоянии и легки для усваивания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok